Приветствую вас, давайте разберёмся с вами с тем, что происходит. Мне 30, мужу 39 лет, общих детей пока нет. Скажите, чем обусловлен выбор мужчины старше вас на 9 лет? Знаете, такой выбор мужчины, он должен быть чем-то обусловлен. То есть, либо у вас есть некоторые проблемы с отцом, ну, потому что, как правило, женщины выбирают себе мужчин, постарше именно по этой причине, по причине того, что есть проблемы некоторые с отцом вот у них. И, как бы, такая женщина, такой человек, не получив при этом на должном уровне любовь с стороны отца, значит, подавляя её, подавляя эту любовь, значит, соответственно, пытается стремиться к тому, чтобы получить некую вот, некую поддержку от именно мужчины, причём пытается сделать это именно в той форме, в которой хочется получить именно отцовскую любовь. То есть, чем вы, чем обусловлено то, что вы, вот, значит, выбрали мужчину старше себя на 9 лет? Да? Это первое. То есть, как у вас с ним отношения выстраивались изначально? Значит, знали ли вы о его детях? Принимали ли вы его детей изначально? Значит, были ли вы в курсе, как мужчина относится к ним? Какое место они занимают в его жизни? Дети, я имею ввиду, дети в его жизни, какое место занимают? Насколько они, эти дети, ценные для него? Насколько эти дети важны для него? И так далее. То есть, это вот такой важный момент. Почему важный момент? Дело в том, дело в том, что если вы мужчину, вот, таким, как бы он есть, принимали изначально, да, то есть, если вы соглашались с тем, с тем, что у него могут быть связи с детьми, со своими, у него могут быть какие-то взаимоотношения с ними. Если вы все это принимали, а потом перестали принимать, то это говорит о непринятии вами мужчины вообще. То есть, вы отказываетесь принимать мужчину, отказываетесь принимать его таким, какой он есть, с детьми, ну, со своими детьми. Ведь дети, по сути, да, это часть его жизни. Дети, по сути, это, ну, необъемлемая черта его жизни. И мужчина не может перестать с ними общаться, ну, потому что они его родные, они, они его кровь и так далее, и так далее. Вы, как говорите, значит, вы стали напрягаться и не знаете, как реагировать. Давайте сперва подумаем, а с какого момента вас стало это напрягать? Ну, я уверен, что так было не всегда. Я уверен, что вы, ну, какое-то время находились, в общем-то, в комфортном состоянии. В какое-то время вы находились в спокойствии, вы даже вышли замуж за этого мужчину. Что, как бы, уже само по себе довольно серьезный шаг. Вы вышли за него замуж, вы связали с ним, ну, свою жизнь, да, вы связали с ним свой быт и так далее. То есть вы выбрали его, выбрали мужчину. А что происходит сейчас? Сейчас вы, как бы, отказываетесь от этого выбора. Как бы, говоря мужчине, что нет, я тебя не приму, я тебя, я не принимаю то, что ты делаешь, я не готова принять то, что ты делаешь и не готова разделить с тобой твою любовь к детям. Но если вы принимаете мужчину, то вы принимаете его детей. В другом нельзя. Если вы его детей не принимаете, значит, вы не принимаете и самого мужчину. Либо, либо вы подсознательно чувствуете, что дело здесь, как бы, не в детях, ну, не совсем в детях дело. А тут немножечко в другом, в тонкости. То есть, может быть, тут тонкость в том, что у вас с ним проблемы. И он, как бы, сбегает от вас к детям. Вот. Может быть, такая ситуация. Тогда, если у вас проблемы, то проблемы нужно разбирать. То есть, смотреть, а, собственно, из-за чего проблемы? Что составляет корень ваших проблем? От чего мужчина бежит, ну, в отношениях с вами? Что ему не нравится? Что напрягает вас и почему? Вот вы говорите, что я не знаю, как реагировать. А что мешает вам реагировать нормально? Что мешает мужчине разделить его отношение к детям? Ведь это же его дети. И он должен им уделять внимание. или вы считаете, что он не должен этого делать? Или в них вы видите угрозу для себя? Но если так, то почему? Почему вы видите угрозу для себя? В чем вы видите угрозу для себя? И так далее. Это важно. Важно, чтобы вы на эти вопросы постарались найти ответ. Потому что иначе ваши отношения с мужем могут расстаться. Иначе вы можете его потерять. Потому что мужчине не будет нравиться, что вы его как-то вот от детей пытаетесь отдалить. Я понимаю, вам тоже не нравится в свою очередь, что мужчина вроде бы как вам мало уделяет внимание. Но подумайте, почему он перестал вам мало уделять внимание. И если вы вели себя с ним так же, если вы, ну, как-то по-другому вести себя не стали, если вы действовали как всегда, как обычно и у вас абсолютно ничего не изменилось, то получается, что дело в отношении мужа к вам. И в этом случае, ну, в таком случае можно говорить о том, что у мужа к вам изменились чувства. Это неприятно, безусловно, это ужасно, но это так. У мужа могли изменились чувства. И в таком случае вы либо пытаетесь как-то эти чувства реанимировать, пытаетесь как-то их вернуть на прежний уровень, ну, на былой уровень. Вот. Либо, либо, соответственно, отдаляетесь от своего мужчины. То есть, понимаете, здесь у вас вариантов не очень много. Но нужно понимать, почему он так себя с вами ведет. Нужно понимать, откуда взялось его такое отношение. Всегда ли так было или нет? Всегда ли было у него к вам такое отношение или нет? И вследствие чего оно, это отношение, поменялось к вам? Почему оно стало другим? Понимаете, в чем дело? Далее. Задумавшись, нужно ли это мне вообще все. А вообще все это что? О чем вы говорите, имея в виду вообще все? Нужен ли вам ваш муж? Или нужно ли, что он уделяет внимание не вам? А как было раньше? Почему раньше он вам внимание уделял, например, да? А сейчас перестал. А как вы можете его снова замотивировать? На то, чтобы он вновь вам стал уделять внимание? Вот как вы можете его замотивировать? Опять. Снова. На это. Понимаете, какая ситуация? Понимаете, какая история получается? Вот. Вот. И из этого нужно исходить. Далее. Далее. Вы говорите о том, что вы, ну, что вы хотите детей. Наверное. Ну, вы говорите, что у вас детей нет. Вот. Раз детей нет, ну, наверное, детей хочется, я так думаю. То есть, детей нет, но детей хочется. Вот. Вопрос. Не обидно ли вам за то, что, как бы, ну, не обидно ли вам, что муж уделяет внимание своим детям, да? А вот на то, чтобы с вами детей завести, он вроде как не очень-то и, как бы, обращает внимание, да? То есть, здесь, эм, такой, такой вот момент, получается, немножечко, эм, двоякий. Смотрите. Дальше. Вы пишите. Я с его детьми и, я с его детьми не общаюсь. Почему? И, и не хочу. Почему? Боюсь, что раньше у ребенка, и, эм, ему папа не будет уделять, достаточно внимания. Так, а вы, как-то с мужем это, этот вопрос обсуждали, чтобы делать такие выводы, серьезные, что, вот, эм, вы боитесь, что, вы родите ребенка. И папа не будет уделять ему много времени. А папа хочет вообще ребенка от вас или нет? О че, о чем вы, эм, сейчас говорите? О чем вы сейчас, эм, думаете? О чем вы сейчас размышляете? Почему это вас волнует? Откуда взялся ваш страх? Почему вы сомневаетесь, эм, в своем значении для, эм, своего мужа? То есть, ну, очевидно же, да? Очевидно, что вы боитесь, что ваш муж будет уделять ребенку мало времени, потому что он уделяет мало времени вам. Если он уделяет времени мало вам, значит, вы выстроили с ним отношения, ну, скажем так, не самые конструктивные, не самые положительные, да? Вот. Ну вот, и вопрос возникает. Вы говорите сейчас о ребенке так, как будто ребенок для вас. Это единственная цель брака. Единственная цель заключения брака. Но помимо ребенка есть же еще и личные отношения, личные какие-то, эм, моменты взаимодействия. А их я как-то вот не увидел у вас. То есть, как вы взаимодействуете друг с другом? Как вы, значит, понимаете друг друга? На чем базируется ваше понимание друг друга? Что у вас общего друг с другом? Понимаете, да? То есть, вот этого всего нет, это все непонятно. Этого всего как бы не наблюдается в вашем рассказе. В вашем рассказе есть только, эээ, что? В вашем рассказе есть только определенная потребность, чтобы муж меня, эээ, значит, как-то увидел. Чтобы муж как-то обратил на меня внимание, ээ, на меня и на ребенка. Ну а вы сами чувствуете себя, эээ, скажем так, эээ, значимый. Вы сами чувствуете себя, эээ, ценной для мужа. Вы сами чувствуете себя важной для мужа, а для себя? Вы, эээ, какие-то, может быть, эээ, границы установили с мужем для того, чтобы, ну, он знал, что он может делать, что вы можете делать и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? И, собственно, зачем вам ребенок? Для чего он вам? Вот с какой целью вы хотите завести детей? Если у вас мужем, мужем, эээ, сейчас, ну, есть определенные проблемы, определенные трудности. Вот. Далее, вы пишете, эээ, значит, подскажите, пожалуйста, как быть? Ну, во-первых, эээ, показать своему мужу, что вам неприятно. Показать своему мужу, что вы расстроены. Показать своему мужу, что вам грустно-грустно, немножко. Вот. И чуть немного позже, когда он при, ну, при нормальном стечении обстоятельств спросит у вас, почему вы грустите и что заставляет вас, эээ, грустить. Вы ему и скажете о своем обстоятельстве. Скажете ему о том, что ты дорогой. А, я хочу, там, например, своих детей. Ну, то есть, вот, я хочу, там, своих детей. Ну, я думаю, эээ, хватит ли у тебя времени на то, чтобы, эээ, значит, это, ну, чтобы... уделять им, эээ, достаточное количество внимания. Например. Например. Хватит ли тебе для этого времени, потому что у тебя есть дети, да, два взрослых ребёнка, которые нуждаются, эээ, в тебе, нуждаются, эээ, в своём, эээ, внимании, эээ, и, как бы, времени. И вот, я думаю, эээ, хватит ли тебе, эээ, ну, времени на то, чтобы ещё и, эээ, как бы им уделять, эээ, чтобы ещё и нашему ребёнку уделять внимание. Понимаете, как, какой, какой, ээээ, момент, какой тонкий момент? Что вы, как бы, и не обвиняете своего мужа ни в чём, и это правильно, потому что обвинять ни в чём своего мужа не надо. Обвинения, они ни к чему хорошему не приведут, не приводят никогда, как правило. Вот. И в то же время высказываете своё, эээ, своё опасение с ситуацией. Потому что вы, эээ, что, ну, вы имеете право это делать, вы имеете право, эээ, высказываете опасение. Вы имеете право, как бы, эээ, говорить об этом, это вас волнует. Вот. Ну, и, эээ, как бы, всё, и послушайте своего мужа, что он вам скажет на эту тему. Если вас не удовлетворит, высказите свои соображения относительно того, что вас не удовлетворяет, относительно того, что вам, ну, кажется, там, неубедительным, например, например. И так далее. Вот. Но так, вот так нужно действовать. Понимаете? И если муж не будет к вам прислушиваться, если мужчина не будет, как бы, вот, на вас обращать внимание, да, своё, что, естественно, 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 вам нужно будет от него отдалиться. Естественно, вам нужно будет, эээ, как-то, эээ, ну, соблюдать дистанцию от него с ним. И, потому что, эээ, иначе у мужчины не будет стимул, у него не будет стимула, эээ, делать для вас что-то. Ну, вообще, что-либо. Не важно, тут, тут не особо важно, что именно. Просто что-либо делать у него для вас мотива не будет, если вы, эээ, как бы, эээ, не дадите ему понять, что вам неприятно вся эта ситуация. Понимаете, в чём дело? Вот так. И обязательно проанализируйте своё поведение, своё отношение к нему, к детям и так далее. Возможно, эээ, вашего мужа, эээ, больше расположит, эээ, то, если вы, эээ, будете уделять, как раз-таки, внимание его детям, в большей степени. Потому что это всё-таки его кровь кровинка, и он вам будет благодарен, ну, по крайней мере, попытаться. И, подумайте ещё раз о своём страхе. То есть, вот, на чём он основывается, ваш страх, почему вы, эээ, боитесь, с чем связано то, что вы боитесь. Как бы, ну, если муж не будет уделять должное количество внимания вашему ребёнку, то, соответственно, кто мешает вам, эээ, кто мешает вам уйти от мужа, например. Кто мешает вам, эээ, претензии ему предъявить. Кто мешает вам, эээ, там, другого мужчину найти. Откуда страх? Откуда страх? Очевидно, что страх у вас от неуверенности в себе, а неуверенность в себе от недостатки значимости, от сомнений в себе. Возможно, от непринятия самой, самой, самой себя, опять же. Так, эээ, вот, собственно, и в этом, эээ, ключе вам и нужно работать. Это не проблема изначально вашего мужа. Это проблема ваша, скорее. И если мы говорим, что эта проблема ваша, то решать вам нужно её самой. Относитесь с уважением к его детям. Относитесь с уважением к своему мужу. Уважайте его желания, его потребности. И, эээ, также с уважением, также с уважением относитесь и к себе. Также с уважением относитесь и к тому, что вы делаете, к тому, как вы поступаете, к тому, как вы, как вы, эээ, решаете, как вы выбираете, как вы хотите. Понимаете? К этому тоже нужно относиться, ну, собственно говоря, с уважением. И человек либо примет вас такой, какая вы есть, либо нет. Вот и всё, собственно говоря. Я думаю так, может можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!